Мой лучший друг детства, его звали, зовут Миша, это мальчик с дачи был, то есть я помню, у меня такие воспоминания, что мне там года 4, он мне был на несколько лет старше, но его мама знала мою маму, то есть мы как-то все вместе дружили, и он мог прийти ко мне с утра домой, значит, в дачный наш дом, и просто мне такие картинки воспринимали. У меня есть воспоминания, что он помогает одевать мне платье, еще что-то, то есть мы с ним прям вот с пеленок, если можно так сказать, мы дружили и прошли вот этот период до окончания моей школы, то есть дальше потом потерялись, конечно, у всех в своей жизни, но вот из детства это прям такой самый яркий персонаж и самые яркие воспоминания, вот этот человек, который приходит ко мне домой и помогает застегивать мне платье, и мама не против, как бы все вот так. Мой любимый мультик это Мадагаскар, у меня даже дома стоит картонный большой лев Алекс такой, мне его подарили однажды, и вот он стоит и охраняет мой сон, и все гости, когда приходят ко мне домой, все время обращают на него внимание, почему у тебя стоит картонка, я говорю, вот так, подарок. Это какая-то японская сказка, это какая-то старая советская книжка была, вот, про какую-то девочку, которая не хотела есть или что-то такое, она не хотела есть, ее заставляли, ну, просто там были иллюстрации, были какие-то, вот, как советские иллюстраторы рисуют японских детей, то есть это что-то такое, я не помню ее название, но какая-то она была очень трогательная, грустная история почему-то, она мне ужасно нравилась. Ну, так как в детстве меня не пускали никуда дальше моего родного района Медведково, в котором я родилась, я жила до 18 лет, до окончания школы, ну, и там были страшные места, там вечерком, там не было фонарей, например, в переулке около школы, и там, как бы, бывали всякие истории, мне рассказывали, там кого-то палкой ударяли, еще что-то, то есть такой, как бы, райончик опасный. Я училась в обычной общеобразовательной школе, 951, так она называлась, и я очень не люблю, очень не люблю вспоминать школу. Я считаю, что это один из самых дурацких периодов в моей жизни. Все, что было вне школы, за школой, это моя компания, театральная студия, еще какие-то там друзья, это все было здорово, а именно вот школа, мне почему-то было там не очень интересно, и надо мной немножко издевались, там, по разным причинам, там, то, что у меня там грудь маленького размера, или я там маленького роста, или еще чего-то, то есть какие-то такие штуки, и поэтому я ее прямо вспоминаю с ненавистью, и очень рада, что она закончилась, и я даже ни разу не заходила в нее после того, как закончила. То есть даже мы ни разу, у нас не было ни одной встречи выпускников. Вот, я закончила школу в 2013 году, ни разу мы с одноклассниками не встречались, я не знаю, где они, что они. Мой любимый предмет — литература, потому что у меня какой-то коннект был с учительницей литературы, она у нас вела и русский литературу, и по совместительству была заучим школы, и она видела, что мне как-то это интересно, потому что я была в театральной студии, у меня была в музыкальной школе, то есть я такой, в принципе, достаточно творческий ребенок, гуманитарий, то есть у меня эти точные науки все, и физик, химия, там, геометрия, это вообще все было не про меня, и как бы учителя, они меня, ну, то есть за это, наоборот, гнобили, а она как-то единственное, мне кажется, меня понимала и верила в то, что у меня что-то получится, что я куда-то поступлю, потому что все остальные как-то немножко «Ха, актриса, ой, сколько у вас таких артисток у нас тут развелось», а она как-то, наоборот, когда она узнала, что я поступила в школу-студию МХАТ, она как-то, это было видно, это читалось в ее глазах, как она была рада. Ну, у меня каждый Новый год в детстве, это был какой-то большой праздник, не по количеству людей, а потому как родители к этому относились, то есть они заморачивались, я писала каждый год, естественно, письмо Деду Морозу, и я до сих пор не знаю как, но родители были дома, время было там 9-10 вечера, у меня раздавался звонок в квартиру, я выходила, папа, то есть я открывала дверь, папа говорил, ну, иди открывай, я шла, открывала дверь, откуда-то папа почему-то уже с камерой, то есть он уже там ВХС, значит, он уже это снимает, а там стоит огромный мешок обязательно, со всякими классными подарками, и теми, которые я заказывала, и теми, которые я не заказывала, просто всегда было какое-то большое количество всего, хотя я не могу сказать, что у нас какая-то супер богатая семья, мы жили достаточно скромно, то есть, но на праздники, на чудо, на какое-то такое, вот родители, мне кажется, никогда денег не, ну, не, я слово забыла, не жалели, никогда не жалели, да, вот. Мне кажется, что до лет вообще десяти, наверное, потом просто в школе, естественно, когда мы между одноклассниками начинались эти разговоры, там, кто верит, кто не верит, конечно же, меня переубедили, сказать, что, конечно, не бывает, но я еще год или два все равно этим пользовалась, то есть, как бы я уже не верила, но письмо писала, потому что знала, что, скорее всего, я получу то, что вот я заказала, и так оно и было. Я не знаю, насколько это день рождения, день рождения, но это было близко, это было после моего дня рождения, мы с семьей поехали на птичий рынок, значит, я все-таки, видимо, как я сейчас понимаю, добилась практически того, что у нас должна появиться собака, я же ребенок, мне должна быть собака, конечно же, вот, и мы поехали с семьей на птичий рынок, прям через несколько дней после моего дня рождения, мне было лет 11, там, где-то, вот, и вроде как мы поехали выбирать собаку, или просто посмотреть, или попугайчику, а в итоге купили кошку, при том, что я не любила кошек, моя мама аллергия на кошек, один папа кошатник, но мы просто втроем зависли около одного прилавка, увидели одного котенка, втроем залипли и поняли, что мы без него не уйдем, и вот она со мной до сих пор, она живет у папы, моя кошка Фрося, которую я очень люблю, по ней очень скучаю, я считаю, что это, наверное, как подарок на день рождения. В 13, это было в 13 лет, это было в театральной студии за кулисами, вот, там был мальчик, который был на год меня старше, он тоже ходил в эту театральную студию, и вот у нас с ним вроде как завязались какие-то такие отношения, ну, мы за ручку ходили, меня провожала до остановки, я сажала на автобус, я ехала в свой район, значит, домой, вот, и как-то вот так вот он меня просто однажды взял за руку, повел за кулисы эти, там был диван, мы просто на него сели, и как-то так раз, и вдруг поцеловались. В какой-то момент сняла розовые очки и поняла, что не все такое радужное вокруг, как мне кажется, то есть я долгое время жила в каком-то футляре, то есть моя хата с краю и все такое, то есть пока меня и мои близких ничего плохое не касается, значит, этого нет, ну, то есть как-то, вот, а потом в какой-то момент пришлось снять розовые очки и что-то понять про профессию, про то, как это все устроено, и что, в принципе, тебя не особо-то везде после института, ну, я говорю, это уже в зрелом возрасте произошло, что не особо-то тебя везде ждут, с распростертыми объятиями, и вообще огромная конкуренция, и очень много всего страшного в мире происходит, и, ну, и в стране, и так далее, и как-то вот я стала под другим углом на все это смотреть, и пошли разочарования одними, вот.